Вы смотрите новости Информбюро. Продолжаем выпуск. Детей-инвалидов не ставили в очередь на жилье, не кормили должным образом и выдавали только одни джинсы на год. Такие нарушения в интернатах выявили проверяющие из Министерства труда. Права детей нарушали в центрах оказания соцуслуг Кахшитау, Шимкента, Алматы и Алматинской области. Арда Камал расскажет подробнее. Центр социальных услуг СИНН фигурирует в отчете о нарушениях. По данным комиссии, здесь детей-инвалидов не кормили молочными продуктами и не ставили в очередь на жилье. Сегодня директор сообщила, все недочеты исправили. Добавляет, что на пятиразовое питание на одного ребенка выделяется по 890 тенге. И каждый прием пищи стоит всего 178 тенге. Чтобы устранить, мы приняли на работу детскую сестру. Теперь наша детская сестра согласована, мы с детской сестрой аутсорсинговой компании «Ипы Данила» составляем меню. Очередь на жилье у нас поставили всех наших получателей услуг. У нас уже даже есть в личном каждом, у ребенка есть личное дело. В меню комиссия не увидела творог, сыр, соки и рыбу не только здесь, но и в Центре оказания соцуслуг Айала в Алматинской области. В детских центрах Костаная и Шимкента малыши не получали необходимое количество одежды, обуви, постельного белья и предметов личной гигиены. Джинсы им выдавали только по одной паре в год, хотя положено четыре. Детский омбудсмен Аружан Сайн отмечает, что для борьбы с нарушениями нужно разрешить внезапные проверки. Учитывая то, что это все-таки государственные учреждения, а это не предприниматели, в защиту которых принимали законы, когда был принят запрет на эти внезапные проверки. Проверку в детских учреждениях страны провели специалисты Министерства труда после согласования в прокуратуре. Отмечают, что нарушения по питанию, образованию и медицинским услугам повторяются из года в год. Хотя пособия по инвалидности или утере кормильца, которые поступают детям ежемесячно, по решению комиссии можно направить на эти потребности. 70% от пособий собираются на этом счету. Во всех центрах есть комиссии по распределению этих денег. И они с этих денег могут взять на дополнительное питание. Детский омбудсмен Аружан Саин выясняет, почему каждое учреждение самостоятельно устанавливает тарифы на питание и почему они такие мизерные. Затем с предложениями они обратятся в администрацию президента. К примеру, на содержание центра сеном в Алматы, где воспитываются 150 детей, в этом году направили свыше 470 миллионов тенге. Из них почти 300 миллионов тенге уходят на заработную плату сотрудников. И 64 миллиона тенге на питание. Ардак Камал, Сергей Шуйский, Информбюро Алматы.